Обычные, на первый взгляд, здания и улицы в разных частях Хасавюрта открываются для горожан по-новому, благодаря литературному марафону «Гамзатовские строки» на карте Хасавюрта. 19 апреля эстафету творческого состязания приняли средняя школа номер 8 и гимназия номер 2 имени Александра Сойтиева. Начало отчета краеведческих экскурсий было положено в досуговом центре. Расул Гамзатов в своих произведениях говорил о Дагестане как о самом прекрасном месте на Земле, чья красота несравнима ни с чем, а простота и добродушие народа – это часть культурного наследия. Песни гор и ворогиня взвода, вместе со свободой, сутки вечи, подарит украиням народам. На языке отцов поет, песню поет, и университет дагестанцам, вспомнил, плащ, 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 плащ. В каждом из посещаемых объектов были оформлены книжные небольшие выставки, в которых собраны самые лучшие произведения поэта. Следующим объектом экскурсионного маршрута было здание пенсионного фонда. В своих изречениях, стихах, балладах и поэмах Расул Гамзатов призывал чтить традиции и старость, считая это самым главным заветом для всех поколений. Я вижу старость, вижу впереди молчащие плечи, свои тревоги. Я сколько бы ни кричала, уходи, стоять, поседая на моей дороге. Старость – это важная ступень в жизни человека, потому что именно в этом возрасте человек становится мудрее, по-другому смотрит на мир. Если каждый из нас с таким же уважением, как Расул Гамзатов, будет относиться к старикам, ценить их опыт, мудрость, водолевость, то наши старики никогда не ощущают больше одиночества. Участие в конкурсном марафоне в качестве почетных гостей приняли работники Центральной библиотеки и педагоги общеобразовательных школ города. Следующим пунктом посещения стала городская поликлиника номер 2, как одна из значимых объектов Хасавюрте. Самое основное литературное празднество развернулось в самой школе номер 8, где гостей дети встретили с яркими выступлениями. После посещения всех объектов экскурсионной программы эстафета была передана гимназии номер 2. Расул Гамзатов очень восхищался русскими классиками, которые в своих произведениях открыли всему миру удивительную красоту всего Северного Кавказа. И одним из любимых для Гамзатова был Михаил Юрьевич Лермонтов. И совсем не случайно начальной точкой марафона, на которой расположена сама гимназия, стала улица, названная в честь русского поэта. На торе своих дней, о южные горы, отторгнут от вас, чтоб вечно их помнить, там надо быть раз. Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ. В младенческих летах я мать потерял, но мнилась, что в розовый вечер и час, то стих повторял мне памятный глаз. За это люблю я вершины тех пор, люблю я Кавказ. Далее о жизни и творчестве Расула Гамзатова рассказала дочь еще одного известного аварского поэта и писателя Магомеда Гунашева Сакенат, работающего учителем родного языка в гимназии. Говоря, что отец очень близко был знаком с Расулом и стал для него лучшим наставником. Я очень храню память о Расуле Гамзатове, так же, как о своем отце Магомеде Гунашеве. Магомед Гунашев состоял в Союзе писателей Дагестана, а Расул Гамзатов был председателем Союза писателей Дагестана. Они часто встречались, были очень хорошо знакомы. О чем свидетельствует эта фотография? Вот на снимке Расул Гамзатов, Расул Амиров, Магомед Ахмиров, имеющий председатель Союза писателей Дагестана, а также Дагестана, а также Дагестана, Максу Дензов и Милавитов. В нашем доме всегда был висел портрет Расула Гамзатова. На столе у отца всегда книги. Расула Гамзатова, Гамзатова-Цадаса, Шолохова, Лельмонтова, Куршкина. Всю эту библиотеку, конечно, не перечесть. Завершающими пунктами марафона были детский сад «Светлячок» и улица 9 мая. Очень много произведений Расул посвятил детям, и главным заветом от отца перед смертью для него было беречь детей. Теме Великой Отечественной войны поэт посвятил немало произведений, но самым знаменитым стало стихотворение «Белые журавли». Именно на эти слова в последующем зародилась песня, которая хранит память о великом подвиге советского народа и по сей день.